ТРАССАНЕР, РВЁМ Производительность О И зарплата Кыш! Ты чего? А ну! А ну можешь домой! А чего я подслушиваю? Чего вас там подслушивать? Нужны его больно! А может мы новые технологии разрабатываем? Самому молодому актеру со съемочной площадки фильма «Девчата» Алексея Крюченкову было 18 лет на момент съемок картины. Несмотря на роль второго плана, лесоруб Лешка, немного простодушный и наивный, искренне переживающий за своего бригадира, понравился зрителям. А для самого Алексея фильм «Девчата» стал незабываемым опытом. Ведь он играл с уже признанными актерами Рыбниковым и Румянцевой. Алексей Крюченков родился на Урале в 1942 году в маленьком городке Нижняя Салда. С детства он любил выступать в самодеятельности, петь, танцевать и играть в школьных спектаклях. После окончания школы Алексей уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. Уже на первом курсе судьба дала молодому студенту счастливый билет, и Алексею досталась роль в фильме «Девчата». Начинающий актер учился актерскому искусству и профессионалов, и с энтузиазмом переносил съемки в 30-ти градусный мороз на Северном Урале. В сцене, где лесорубы едят обед, который принесла им Тосина делянку, у Алексея ложка примерзла к языку, и ее пришлось одирать с мясом. Попробуйте! В кадре съемка идет, первый или второй дубль, я уж не помню это очень давно. Мать чесная, вкуснотичка какая! Вот взял и губам, и к языку защипала. Защипала. И у Рыбника, мне тоже кажется, было это. После выхода картины «Девчата» актер продолжил учиться в ГИТИСе. Через два года его студента призвали в армию. Отслужив один год в войсках, Алексея перевели в театр советской армии, где он мог совмещать службу с учебой. Закончив театральное училище, Алексей остался служить в театре советской армии. Я не хочу с тобой ссориться. Пожалуйста, будь шофером. По-моему, надо обладать общей культурой. Все это мура. Понимаешь, все это мура, ребята. Нас комсомоли политики учат, это дело. Ты давай к нам. Комсомолы с плохим почерком берут. Не в почерке дело. Надо, чтобы человек был сознательный, и жизнь готова за дело революции отдать. У тебя оружие есть? Нету. Мой брат и наган есть, у меня тоже будет. За свою жизнь Алексей принял участие в более чем 25 спектаклях и 30 фильмах. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Алексей состоялся не только как актер, но и как режиссер, поставив на сцене спектакль «Чего не было, нет и никогда не будет, но очень хочется». После фильма «Девчата» он сыграл главную роль Леньки Казакова в детском фильме «Бей брабан». «Дай картишку». «А что ставишь? Карточные долги священные?» «Вот боевой красноармейский ремень». «Да я шулер!» «Давай!» «Я шулер!» «А я говорю, давай!» «Ну, смотрите вы так!» «А что ценишь свой пояс?» «Стихами заплатишь!» В 1962 году. А в 1968 году ему дали роль Вани в революционной драме «Первая девушка». «Первая девушка» «Кто это?» «Сейчас как стрельнула?» «Эх ты, сторож!» «Вишь как подскочил!» «Совсем даже не слышно!» «А я на кошачьих лапах!» Нет. Дай постучу. Позже исполнял на экране эпизоды и второплановые роли. В 2000-е актер стал сниматься в телесериалах. Появился в лентах «Пират и пиратка», «Охотники за бриллиантами» и «Охота жить». Протокол ты составил грамотно, ничего не скажу. А в остальном перегнул, конечно, палку. Да я же не в прямом, я в другом. Я в переносном смысле. Я же хотел это, ораторский прием. Понимаю, ну понимаю. Хочется как лучше. А выходит, это мы знаем. Одной из лучших ролей Криченкова считается роль Батьки Махно в фильме «Хождение по мукам». Сядьте, пожалуйста. Если вас даже и придется расстрелять, все равно позор. Позор оскорблять человеческое достоинство. Разведчик? Нет. Деникинский офицер? Я дезертировал. И все-таки для большинства людей он навсегда останется пареньком из фильма «Девчата», который зарекается не влюбляться, смотря на страдания Ильи Кавригина по уши влюбленного в повариху Тосию. Ну уж понятно было бы по-анфийски, Сух. Уж ведь царь птица. А это что? Даже ниже меня рост. Чтобы я когда влюбился, они не дождутся ни от меня. Какие люди гибнут. Сейчас Алексею 78 лет, и он находится на заслуженном отдыхе, хотя еще несколько лет назад снимался в кино. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok